Благоустройство, озеленение, наведение порядка – такие знакомые, прочно вошедшие в лексикон брещан, да и, наверное, всех белорусов слова. И это неудивительно, наш народ всегда отличался особой любовью, не заботая о своей земле, да и трудолюбие в крови у белорусов. А поэтому экологическая акция, которая в марте-апреле проходит в Бресте уже много лет, объединяет коллективы людей, которые выходят на субботники и облагораживают свой родной край. Сегодня сотрудники флагмана пищевой промышленности Беларуси, брестского предприятия-гиганта открытого акционерного общества «Савушкин Продукт» в очередной раз присоединились к экологической акции. На улице Янки-Купалы вдоль дороги высадили 94 деревца, да непростых, осаженцы многолетнего дуба краснолиственного. Выбор этого величественного дерева обоснован. Это крупномер, он может расти до 500 лет. Это дуб с красными листьями и, несомненно, он внесет разнообразие в общую зеленую картину. Можно провести и аналогию с предприятием. «Савушкин Продукт» – одно из ведущих предприятий Бреста, основательное, крепко стоящее на ногах. И сотрудники его люди неравнодушные. «Савушкин Продукт» присоединился к ежегодной акции по наведению порядка в городе Бресте, облагораживанию, озеленению нашей территории, нашего города, для того, чтобы он был всегда красивый, экологичный, зеленый. Мы решили высадить 94 дуба краснолиственного, для того, чтобы был чистый воздух, красиво, свежо, зеленью покрывался наш город. Ну и было у нас всегда вкусное молоко. Экологическая акция продолжается. Присоединиться к ней могут все желающие. А уже в субботу, 22 апреля, в Беларуси пройдет республиканский субботник. 10 апреля правительством принято решение, что 50% заработанных средств на субботнике будут направлены Гомельскому облсполкому на реконструкцию мемориального комплекса узникам Азарического лагеря смерти, 50% Брестскому облсполкому на создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости с возможностью использования этих средств в 2023-2024 годах.